Приветствую вас! И вы знаете, вот первое, что хотел бы я вам сказать, это то, что по вашему вопросу, по тексту вопроса, у меня создало впечатление, что вы адресовывали его вопрос. Возможно, не психологам, а эзотерикам, потому что у вас присутствует дата рождения, дата рождения ваша и город. Это для психологов значения особо не имеет, именно дата рождения. То есть, да, важно знать, сколько вам лет, безусловно, но дата рождения, дата рождения именно. Значения не имеет. И если вы по какой-то причине ошиблись и хотели задать свой вопрос эзотерикам, но задали его все же психологам, вот, то, соответственно, обязательно свой вопрос перенесите в раздел эзотерики, значит, там вам ответят, так как, возможно, вы хотите. Так как, возможно, вы хотите именно с точки зрения эзотерики, да, с точки зрения предсказателей и так далее. Здесь в разделе психологии мы с вами будем разбирать с чисто психологической точки зрения то, что у вас происходит. И так, я третий год живу с мужчин, у нас совместный бизнес, съемное жилье. Значит, смотрите, какая получается интересная ситуация. Я понимаю, что вы задаете вопрос свой довольно конкретный, да, то есть вы спрашиваете, вот, ну, в конце своего текста вы спрашиваете, там, вещь, которая вас, вещь, которая вас волнует. Но, я не могу не обратить ваше внимание на то, что вы третий год живете с мужчиной, который, судя по всему, не является вашим мужем. Опять же, простите, простите, если я ошибаюсь, но он не ваш муж. И тут возникает вопрос. А вы почему согласились жить с мужчиной, который не взял вас замуж, например? Вы почему допустили, как бы, сожительство с мужчиной, который вас даже не взял замуж? Знаете, вы допустили с ним сожительство, если вы не женаты с ним. Вы, скорее всего, занимаетесь, ну, у вас есть интимная жизнь, занимаетесь сексом. И, в общем-то, у мужчины все есть. У него нет стимула для того, чтобы делать вам предложение. У него нет стимула для того, чтобы с вами сближаться. У него нет стимула для того, чтобы брать на себя за вас ответственность. Понимаете, вот этим своим поведением, я, конечно, не знаю всех нюансов, вы здесь не пишите об этом. Вы своим поведением показали мужчине, что вы довольны тем, что у вас есть сейчас. То есть вы довольны тем, что мужчина с вами, что он ведет с вами бизнес, что у него, значит, хватает денег, наверное, на оплату съемного жилья и все. Нет стимула больше мужчине что-либо делать. И это я и вы понимаем, что вы хотели бы семью, что вы хотели бы более серьезных отношений, возможно, и так далее. Но у мужчины это работает немножко по-другому. Если мужчину все устраивает, он делать никогда ничего не будет. То есть, чтобы мужчина вел себя иначе, нужно выводить его из зоны комфорта. Мужчин уже все устраивает. И, естественно, он не чувствует ответственности, потому что не боится вас потерять, наверное, скорее всего. И отсюда его такое поведение. Поведение, когда он переписывается с другой женщиной. Наверное, скорее всего, более молодой. Так, значит, последнее время испытываем финансовые трудности, возможно, как и многие. Ну вот, опять же, понимаете как, финансовые трудности и реакция человека на них, на эти финансовые трудности, определяется тем, во-первых, сколько времени они знакомы, сколько времени они вместе. Потому что вы говорите, что я третий год живу с мужчиной. Хорошо. Вы с ним живете, а встречаетесь вы с ним сколько? А знаете вы его сколько времени? То есть вот это все очень важно при рассмотрении реакции, при рассмотрении реактивного поведения на финансовые трудности. Потому что если, например, вы с мужчиной встречаетесь третий год и живете третий год, то, соответственно, при условии, что у вас обоих, например, была страсть, при условии, что вы были ослеплены, ну, влюбленностью, например, то сейчас, по прохождению, прохождение этого года, естественно, страсть утихает и начинается кризис. Этим и можно объяснить поведение вашего мужчины. Опять же, а можно и не объяснить, если вы знакомы дочери, если вы встречаете дочь, если вы женаты, например, понимаете, то вот этой информации очень и очень не хватает. И отсутствие этой информации заставляет меня думать, что, может быть, вы все-таки обращались в раздел эзотерики, а не в раздел психологии. Хотя, вроде бы, вы не только в психологию обратились, но и вроде бы даже категорию выбрали своего вопроса. Да, любовные отношения. Вот. Ну, да ладно. Значит, надеюсь, этот момент вы зафиксировали, да, что финансовые трудности при наличии определенных проблем в отношениях между парой, внутри пары, при соответствующем распределении обязанностей между мужчиной и женщиной, вызывают, ну, вот такое вот отторшение, отчуждение и так далее. То есть, если у вас совместный бизнес, то мужчина воспринимает вас как своего партнера, и будучи его партнером, вы в его глазах, ну, просто-напросто такой же равноправный человек, как и он. И когда, если вы ставите себя так, то, когда возникают проблемы, например, вот в финансах, при недостаточном уровне любви, при недостаточном уровне чего-то к вам, мужчина, естественно, этим всем тяготится, он не очень понимает, зачем ему это все надо, он не очень понимает, почему он должен решать эти финансовые проблемы ваши. вот, и он хочет, значит, чувствовать себя мужчиной, потому что мужчиной он себя не чувствует, скорее всего, с вами. Он чувствует себя с вами партнером, другом, там, допустим, ну, партнером, я имею в виду в интимной жизни, партнером в бытовой жизни, партнером по бизнесу, да, но не чувствует себя мужчиной, потому что вы равны, и, видимо, у вас недостаточный уровень все-таки чувств. Ну, по крайней мере, у него к вам точно. Вот. И другая женщина, вот, это вот его клиентка из другого города, нужна его для того, чтобы почувствовать себя мужчиной. И, может быть, у него с ней ничего и не будет. Может быть, у него, у него к ней просто-напросто вот этот вот такой интерес и все. Ну, потому что она из другого города, и как, как бы, не факт, что он к ней поедет, и я думаю, что, если он соберется куда-то ехать в другой город, вдруг, то, да, скорее всего, он поехал к ней. И если вопрос доставить так, то, как бы, только этот факт означает, что мужчина действительно собирается вам изменить, и то, что он говорит, что вы лучше всех, это неправда. С другой стороны, мужчина, вот вы пишите, что отношения со мной теплые и заботливые, мне говорит, что я не с у всех, знаете, теплые и заботливые, это не отношения любви, как таковы. Это отношения удобства, это отношения комфорта, это отношения, может быть, даже в чем-то дружески, но это не отношения любви. Опять же. И опять же, за три года, которые, вот за три года, чтобы вы живете вместе, можно было определиться с этим, то есть, любит мужчина вас или нет, если не любит, то зачем вы, зачем он с вами, и зачем вы вместе, но, тем не менее, вот ситуация такая. И, вероятно, мужчина специально вам не говорит, что любит, чтобы не показывать вам, свою зависимость. Опять же, это не точно, с этим нужно разбираться, но, я думаю, что если по проходению трех лет и совместного призывания мужчина говорит, что я лучше всех, и что отношения теплые и заботливые, ну, это говорит либо о том, что мужчина боится серьезных отношений, и вы не женат, либо о том, что он целенаправленный, не хочет этого делать, ну, просто потому, что ему самоудобно, и хорошо, но он не воспринимает вас, как вариант, навсегда. И надо сказать, что отчасти это ваша ответственность, потому что вы себя так поставили, потому что вы, нашим и жительным мужчинам, не выйдет у него замуж, вы начали трехмерсный бизнес, опять же, что вы являет сосед, потому что семья – семья, и между семьей не должно быть деловых отношений, между членами семьи не должно быть деловых отношений. Ну, вот. Ну, в идеале, конечно. Если если есть любовь сильная, если люди уверены друг в друге на 100%, тогда, конечно, может быть. Тогда может быть, почему нет. Если есть соответствующие навыки у каждого из партнеров, то да, это возможно. А вот так, как это делаете вы, это, к сожалению, играет вам только во вред, потому что, как я и сказал, мужчина, он воспринимает вас только как партнера, исходя из того, что вы это написали. Не могу понять, где у него серьезно, или просто играет с нами обеими. Ну, вы знаете, мы тоже не можем понять, потому что мы не телепаты. О своем мужчине вы практически ничего не пишете. Вы не даете никакой информации о нем. И мы не знаем, может быть, он действительно обманывает, может быть, и нет. Исходя из того, что я прочитал, я вам свое видение мотивов мужчины дал, я думаю, что вряд ли можно дать больше, исходя из того, что вы написали. Чувствовать, что меня обманывают, и мне трудно представляться, так как знаю, о чем они пишут. Ну, вот, это действительно так, мужчина скрывает от вас это, мужчина скрывает от вас романтическую переписку, другое дело, интересно, как вы они узнали, и почему вы за ним следите, что вами движет, вот, каков уровень доверия между вами при условии, что у вас есть совместный бизнес. И при том же условии, при этом же условии, при условии, что у вас есть совместный бизнес, вот особую важность приобретает ваш вопрос. То есть, если вы будете не обращать внимания на эту переписку, как вы говорите, если вы будете не обращать внимание на эту переписку, если вы не будете на нее обращать внимание, то совместный бизнес вы сохраните для мужчины не будет, потому что он будет общаться с другой, и вы будете знать, что он общается с другой, а если вы выясните отношения, то вы рискуете вскрыть проблемы, которые есть у вас обоих, у мужчины, вы рискуете потерять бизнес, скорее всего, потому что если вы останетесь, то вряд ли вы будете вести бизнес, вы рискуете потерять съемное селье, ну, в смысле, что вы не будете за него платить вдвоем, по одной, вы рискуете потерять теплые, заботливые отношения, понимаете, вот, тут вот и нужно выбрать, и нужно выбрать, значит, как психолог, как психолог, что я вам могу сказать, вот вы говорите, что чувства, что меня обманывают, и мне трудно притворяться, так как знаю, о чем они рисуют, вот, собственно, вы подумайте сперва о том, как вы выделили его переписку, скорее всего, случайно, да, но вы же могли ее закрыть, скорее всего, случайно, да, но вы же могли ее больше не читать, а сейчас что происходит? Сейчас происходит то, что вы не доверяете ему, и это недоверие, оно вас глотит, это недоверие, оно вас тревозит, оно не дает вам покоя, оно мешает вам, оно, оно давит на вас, для недоверия, понимаете, и я думаю, что даже если вы ничего мужчине не скажете о том, что, знаете, рано или поздно, все равно он заметит, что с вами что-то не так, и негатив, который вы будете в себе копить, он выплеснется с удроенной силой, с удецетеленной силой, и хорошего из этого не будет ничего, просто потому, что вам тяжело, трудно притворяться, и просто потому, что, как бы, вы чувствуете, что вас обманывает, да, чувствуете, что он вас обманывает, то есть получается, что, не обращая внимания на эту переписку, вы будете наступать на себя, вы будете подавлять себя, и здесь момент какой, либо вы делаете это для какой-то цели, например, для сохранения бизнеса, для сохранения быта, для сохранения заботливых и теплых отношений, либо вы не доверяете себе и не уверены в себе, тогда нужно с этим работать, то есть, прежде чем что-либо решать, нужно с вами проработать ваше неуверенность в себе, проанализировать, почему она, скорректировать, изменить ваше представление о себе, чтобы вы больше себе доверялись, найти установки, которые не позволяют вам себе доверять полностью, и вот от этого момента уже исходить. А в другом случае, в другом случае, нормальное, естественное поведение человека, когда он, понимая, что ему трудно мириться с неподобающим поведением своего партнера, и понимая, что этим неподобающим поведением партнер пытается удовлетворить свои какие-то желания, человек выясняет отношения, чтобы понять, он может вообще дать своему партнеру то, что тот получает через другого человека или нет. И если нет, то имеет ли тогда смысл вообще им находиться вместе, вам и мужчине, если вы не удовлетворяете полностью своего партнера? Это вытекает из мыслей о нем, и это вытекает из мыслей о семье, что вы, как и любая женщина, не хотите быть на каком-нибудь месте, кроме первого, потому что вы достойны того, чтобы быть единственными. А вы не единственные, и это бьет по вашей самооценке, и если вы будете это терпеть дальше, то самооценка ваша будет падать, в любом случае. И никто от этого не выиграет, ни вы, ни вашим мужчинам. Другое дело, что мне, конечно, интересно, чем вызван ваш вопрос. То есть, почему у вас стал возможен сам факт того, что вы этот вопрос задаете? И мы здесь явно двойная игра мужчин. Здесь с его стороны, ну, предатомство-непредатомство, это вопрос уже такой другой, более, ну, более деликатный, и для более плотного общения, да, при более подробном разговоре с вами, это можно выяснить будет, вот. Но однозначно это поведение не достойное мужчины и оскорбляющее вас. И вот почему вы задаете вопрос, как вы видите себя дальше, если вы не будете, например, обращать внимание на эту переписку. Это вообще отдельная тема. Очень бы хотелось, чтобы вы сами вот как-то прочитали себе, себе, что будет, что будет, если вы не будете обращать внимание на эту переписку, и как будут складываться ваши отношения. Кроме того, не очень понятно также, почему вы как бы выдаёте вопрос психологам именно так. Вот что мне делать? Либо-либо, то есть вы хотите совет, ответ, а советов психологи не дают. Только вам решать, как поступить в этой ситуации. Только вы можете выбрать, потому что это ваша жизнь, это ваша ответственность. Мы не имеем права брать на себя эту ответственность за вас. Но мы можем помочь лучше вам себя понять. Мы можем сделать так, чтобы вы лучше понимали, что вы хотите, и, исходя из этого, уже сделали выбор. Но выбор сделали вы сами, вы сами, а вот мы помогли бы вам лучше понять себя и ситуацию. И я надеюсь, что мой ответ, он приоткроет немножечко завешанно тем, вот, кто вы, где вы, какая вы, какие у вас все ценности, чего вы хотите и так далее. Я думаю, что вот это задача психолога. И я надеюсь, что вы об этом подумаете. И ответив на все эти вопросы, которые я задавал по ходу своей задости, ответив на эти вопросы, вы и придете к решению вопроса, то, что понравится ли оно вам или нет, и если нет, то почему. Но это вы можете уже обсудить либо в дополнении к вопросу, либо выбрать психолога для приватной беседы и с ним конкретно уже поговорить по поводу проблемы не со своим мужчиной, не того, что вам делать, а по поводу уже своей проблемы. Потому что если что-то вам не нравится, и у вас возникает конфликт, то это как раз то, с чем работает психолог. Но это отношение ни к вашей ситуации, ни к мужчине уже не имеет. И ситуация, и мужчина, это всего лишь катализаторы в данном случае. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, либо что-то непонятное в моем ответе, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.